Я вас всех поздравляю с праздником. Сегодня, наверное, все смотрели парад. Спасибо большое за поздравления. И тема сегодняшнего вебинара созвучна с этим праздником. Конфликт. Разрешил конфликт мировой наш народ. А сегодня было продемонстрировано предупреждение будущих мировых конфликтов. Мы с вами тему сузили. Мы взяли смешанный педагогический коллектив. Кто меня не знает, сегодня, наверное, узнает. Многих я вижу знакомых участников вебинара. Я кандидат педагогических наук. На сегодняшний день я преподаю в университете Синергия на кафедре корпоративная культура. Педагогический старший у меня 40 лет. Поэтому я хорошо знаю, что такое коллектив в детском саду, в школе, в колледже, в академии, в университете. Я знакома с этим и знаю, что тема конфликта очень актуальна, очень интересна для всех. Потому что сегодня праздник, сегодня выходной, а вы все пришли активно работать. Спасибо вам за это большое. Пожалуйста, я призываю вас работать активно. Только с вами сегодня я смогу прийти к какому-то интересному выводу или нескольким выводам. Поэтому все, что у вас есть и с чем вы хотите поделиться, активно участвуйте. Тогда получится очень интересный вебинарный процесс. И даже, возможно, будет таким творческим, хотя презентация у нас готова и все для этого есть. Я вас сейчас попрошу вспомнить, были ли у вас конфликты именно в педагогическом коллективе, смешанном. Это когда есть и мужчины, и женщины. Руководитель может быть мужчина или руководитель женщина, но вы мужчина, потому что участники вебинара. Я посмотрела, у нас есть мужчины. Напишите количество конфликтов, какое у вас было за вашу педагогическую деятельность. Если они были. Один, два, три, четыре, пять. Ну, сколько сейчас помните, такое число и напишите. Буду очень признательна, если вы будете очень искренне и активны в нашем вебинаре. Так, очень хорошо. Много. Леонид Владимирович, отличие. Отличие, спасибо за искренне. Конечно, были. У кого-то один, это можно сказать, что не было конфликтов. Если уже три конфликта или пять, мало конфликтов. Два, три, много конфликтов. У кого много? У мужчин много конфликтов. Отлично, спасибо вам большое. Да, конечно, работать в женском коллективе, это надо много всего интересного успевать делать. Было, но не гендерного характера. Хорошо, у меня мало конфликтов, много-много были. Спасибо вам за ответы. Теперь поставьте плюсики. Если вы сейчас, вот прям в ближайший месяц, как раз были в каком-то конфликте. Но именно в педагогическом конфликте, на своей работе. Потому что я понимаю, что у нас сегодня много-много педагогов. Отлично, Лена Николаевна, я очень рада, что у вас тоже большая библиотека. Сейчас у кого-то есть конфликт, у кого-то нет конфликта. Отлично. Попробуем разобраться с такой гипотезой. Вот я сейчас, у кого конфликт, у кого были конфликты, выйду на гипотезу. Это моя личная гипотеза. Внешний конфликт может быть только в том случае, если у тебя, у самой или у самого есть внутренний конфликт. Вот это гипотеза. Если внутреннего конфликта нет, значит и нет внешнего конфликта. Значит, тебе необходимо, если есть внутренний конфликт, определить, что он у тебя есть. С помощью чего ты это можешь определить? Ну, конечно, с помощью внешних факторов. Как с тобой взаимодействуют и общаются коллеги. И, конечно же, близкое окружение, которое связано с семьей, с вашими друзьями. Я согласна с Татьяной Викторовной. Раньше мы использовали плюс-минус. Плюс притягивается к минусу, и значит все происходит. А на самом-то деле подобие притягивает подобие. И вы можете вспомнить много-много случаев. Когда вы заходите в общественный транспорт, или когда вы приходите на работу, в класс, и у вас что-то внутри не получается. Вот у вас этот внутренний конфликт. Причина может быть абсолютно разная. И что происходит с вашими учениками, или что происходит с вашим руководителем, директором школы, например, если он вас видит, или заучит. Он обязательно вам даст информацию, которая для вас будет не очень благоприятна. Вот этот момент для себя уяснить. Вот эта гипотеза. Насколько она сейчас получится у нас с вами? Согласны вы? Не совсем согласны, Зина Александровна. Люди ищут конфликты. Да, люди ищут конфликты. Вопрос. Для чего мы ищем конфликты? Для чего? Для чего они нам нужны? Вот какие у вас есть мнения, версии? Сможут одним словом написать. Для чего человеку нужен конфликт? Не почему, а именно для чего. Может быть мы в процессе нашего вебинара ответим на этот вопрос. Энергию вылить, самоутверждение, решить возникшее противоречие, чтобы самому защититься, думать, что на него нападают. Разрядка, решить проблему свою, разрядиться эмоционально. Вы абсолютно правы. Вариантов может быть. Конфликт – это встряска адреналин. Совершенно верно. Это не только встряска адреналин. Это противоречие может быть. Если тебе нужно чем-то зарядиться, возьми конфликт. Причем очень легко можно это сделать. И сразу почувствуешь этот поток энергии, который на тебя вылезет. Сможешь ты с ним справиться, значит, справишься. Что я сегодня вам предлагаю на вебинаре? Я предлагаю вам подойти к этой теме с позиции различия мужчин и женщин. Мы особенные, мы разные. Хотя со временем, как показывают научные исследования, у нас уже все перемешалось. Но все равно какие-то особые отличия в нашей физиологии у нас есть. Вот с этих позиций, рассматривая особенности мозга, речи, ориентации в пространстве, зрения и слуха, вкуса, обоняния и осиздания, можно совершенно по-другому, получив информацию, разобраться в этом противоречии или в этой встряске, или хотеть этой встряски. И что для этого можно сделать? Я вам буду предлагать информацию по этим различиям, а вам предлагаю активно участвовать и писать, что было или что могло бы произойти, если бы это произошло. Итак, переходим. Был такой датский ученый Берт Бакенберг. Именно он обнаружил различия фундаментальные между мужчинами и женщинами. Во-первых, на уровне поведенческих реакций, на физиологическом и на нейронном уровне. Да, если конфликт есть, коммуникация очень сложная. А можно выйти на коммуникацию через конфликт, если человек не выходит. Я сейчас буду вам давать информацию о том, какие же особенности обнаружил датский ученый Берт Бакенберг. Он выяснил, у меня что-то сегодня с презентацией не туда нажимает, он выяснил, оказывается, что у мужчин в их мозге клеток больше на 4 миллиона, а в женском мозге их меньше. Но женщины тест решают лучше, обрабатывают информацию, и у них результат на 3% лучше, чем у мужчин. В чем причина? Почему такая большая разница? Оказывается, если вы посмотрите настроение мозга человека, то вы увидите, что есть мозолистое тело. Так вот, Батенберг обнаружил, что у мужчин вот это тело намного меньше, чем у женщин. У женщин оно более увеличенное. Это такой кабель между правым и левым полушарием. И это мозолистое тело дает возможность женщине иметь на 30% больше информации двух разных полушарий. Вот это понятно, что у нас с вами, женщины, мозолистое тело больше, связей между правым и левым полушарием больше, а у мужчин, наоборот, этих связей меньше. Каковы особенности развития тогда мыслительной деятельности, как работает мозг. У мужчин он оказывается разделен на определенные отделы. Поэтому мужчины специализируются на одном конкретном деле. Поэтому они очень много в жизни достигают. Они ученые, они руководители, они организаторы. Их не интересуют внешние какие-то отвлечения. У них есть одна цель. Потому что природа когда-то дала им возможность быть воинами и охотниками. И они эти качества видят цель, идти к цели, развивали в себе. Поэтому мозг у них может быть качественно. Мужчина делает только одно дело, на нем сосредоточившись. он преследует дичь. Ему нужно достигнуть этой цели. Он может сражаться, что-то делать. Женщина, при этом вы видите картинку, при наличии такого буфера, такой связи между двумя парушариями, она может делать много разных дел. Она многозадачна. Она может идти в одном направлении, подхватить что-то еще, тут же задать вопрос, тут же ответить по телефону, потому что связи коммуникационные у нее и получается за счет того, что она может быстро-быстро решать разные-разные вопросы. Она везде, знаете, как веер. Вы, наверное, за собой наблюдали это на уровне поведения, как вы себя ведете даже на уроке или когда вы чем-то занимаетесь и как ведут себя мужчины. Если мужчина читает литературу или занимается, читает газету, к нему лучше не подходить, потому что он занят очень серьезным, конкретным одним делом. Его отвлекать не стоит. Поэтому были ли у вас конфликты в коллективе между вот вас? Что удивляло Елена Васильевна? Намечали часто, что мужчина сосредоточен на одном деле. Да, если руководитель мужчины и он занят в это время разговором по телефону, лучше молчать или лучше не заходить. Если он что-то конкретно обсуждает, то же самое. Он сосредотачивается на этой работе и его начинает раздражать поведение женщины, коллеги, которая хочет его вовлечь совершенно в другой процесс коммуникации или в другой процесс деятельности одновременно. если вы это знаете, если у вас есть об этом представление, вы тогда понимаете, как общаться с руководителем мужчины. Мужчины, руководители, поставьте плюсик, если вы руководитель, если у вас подчинение здесь хотя бы один или два человека на работе. Есть. Тема женского конфликта и женского коллектива будет рассмотрена осенью. Мы сегодня взяли смешанный коллектив, потому что здесь... Так, спасибо. Есть такие мужчины, и они, наверное, согласятся с тем, что их не надо тревожить, их не надо отвлекать, когда они не сосредоточены на одном теме. Но мужчины, руководители должны знать о том, что если у них подчинение женщины, женщины способны решать много разных задач одновременно. Я взяла вот картинку очень интересную. Вот здесь девушка едет за рулем в автомобиль. Знаете, она может слушать музыку, красить губы, общаться еще по телефону и вообще смотреть направо-налево. Этому тоже есть объяснение чуть попозже, входя из физиологических особенностей. Если мужчина на чем-то сосредоточен, он только смотрит вперед. Тогда скажите, пожалуйста, напишите мне, какие конфликты могут быть вот в этом случае, когда разные способности и, допустим, мозг мужчины работает в одном направлении, а мозг женщины такой многозадачен. то есть она может решать много задач. Какой еще может быть конфликт? Чтобы его предотвратить, чтобы его не было. Я, например, из своего опыта скажу, что за все время педагогической деятельности у меня не было ни одного конфликта ни с одним руководителем мужчины. И территория школы, заведующие кафедры, и руководители компаний, не получилось ни одного конфликта, потому что это природа, как вы выросли. Если вы выросли в семье, где есть уважение к отцу, где есть уважение к мужчине, и это воспитала мать, то тогда у вас по жизни не будет конфликта с мужчиной. Вот причина такая, вот там она находится в детстве. у меня с мужчинами руководителями не было тоже. Отлично, спасибо, Ольга Аркадьевна. Не все умеют слушать. Не все мужчины умеют слушать в данном случае. Женщины точно не умеют слушать. У них слишком много эмоций, им не до этого. Им бы со своими эмоциями разобраться, а тут еще идет информация из них. А вот мужчины не умеют слушать, но вот по физиологическим особенностям мы с вами потом увидим, что оказывается мужчины лучше всего умеют слушать. Значит, мы с вами выяснили, что при таких способностях особенно, видимо, конфликтов не бывает. Мужчина руководитель спокойнее. Да, совершенно верно, потому что он не такой эмоциональный, он все время в мыслительном процессе находится, а при работе в тандеме с мужчиной может быть разный темп. С вами соглашусь, наш директор умел выслушать, а затем улыбался и никогда женщин друг с другом не сталкивало. Дина Алексеевна, спасибо вам за рекомендации нашим мужчинам. Действительно, а вот у женщин есть удивительная способность прям провоцировать конфликт, прям вот сталкивать. Причем они от этого что-то получают. Может у них такая актерская игра по жизни? Да, бывают долго думают, пока думают. Это зависит от темперамента. Флегматики очень долго раскачиваются, долго принимают решения. Но на это есть разные причины. Давайте разобрались с этими способностями. спасибо вам. А вот интересно, в женском коллективе, в детском саду мужчины бывают сейчас? Есть там воспитатели, заведующие детским садом? Если у кого есть, поставьте плюсик. Я буду знать, что есть такие. Пока нет. Да, пока нет, но, видимо, мужчины есть особенности. Тоже есть методисты. Ну, видите, уже хорошо. Значит, появится еще кто-то. Давайте посмотрим. Оказывается, у мужчин в левом полушарии у нас за речь отвечает определенный орган, который находится в левом полушарии. Вот он у мужчин находится в левом полушарии. Этот центр отвечает за речь. Если мужчина получит травму, то он может лишиться речи. А у женщины этот центр есть и в левом полушарии, и в правом полушарии. Поэтому нам не грозит с вами отсутствие речи. У женщин за речь отвечают два центра. Чтобы онеметь, нам нужно иметь серьезную травму. Больше их не иметь. При этом травмирование левого полушария позволит женщине считать чертежи. Но она не будет их видеть объемно. У мужчин вообще какое-то очень объемное зрение, потом скажу об этом. И они видят сразу в трехмерном пространстве вот эти чертежи. Женщины не все это видят. Если мы посмотрим на обилие речи мужчин там много терминов. Богатый запас слов. Вы наверное видели как ваши коллеги в университете мужчины очень много любят говорить. Они очень много рассказывают, приводят разные примеры. Они как бы этой речью наслаждаются. Чем занимаются женщины если это речь? В основном их разговор интонационный эмоциональный. Они очень хорошо выстраивают коммуникации за счет того, что эмоции интонации все время валируются. То быстро, то медленно, то паузу сделает, то наоборот начнет громко говорить. И 8000 слов в день, 3000 звуков и 10000 вербальных сигналов. А теперь скажите у мужчин их больше или меньше? Напишите слово больше или меньше. Больше слов за сутки выдает мужчина. Больше звуков, больше невербальных сигналов большинством голосов, спасибо за активность, действительно меньше. Я вам сейчас конкретно приведу цифры в процентном соотношении, которые выяснили ученые. Оказывается, у мужчин он в день произносит в среднем 4000 слов значит в два раза меньше. Если у него на работе коммуникации он говорит много, у него 4000 слов израсходов. Во второй половине дня он будет общаться с коллегами. Если он вел уроки или вел лекции, будет он говорить, он запас слов выдал на лекциях? Конечно же нет. Он будет внимательно слушать. Все, у него запас 4-10 слов. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но вот подсчитали так. Он издает 2000 звуков, все равно меньше, чем женщина, и делает только 3000 шестов. У нас их три раза почти, что больше слышно. С кем говорит женщина? Обратите внимание, женщина всегда говорит женщины. Поэтому нам для того, чтобы освободиться от эмоционального состояния, которое у нас переполняет. Нужно позвонить нескольким коллегам, родственникам по поводу того, что произошло в педагогическом коллективе или на уроке, если это эмоциональный какой-то конфликт. При этом надо пойти к коллегам и тоже поделить. Что делает мужчина? Мужчина разговаривает сам с собой или с телевизором. Ну вот как получится. Поэтому когда мужчина молчит и очень задумчив, он говорит. У него внутренний диалог с одним собой. Это очень важная особенность, которая позволит вам превратить очень большое количество конфликтов. Когда мужчина задумчив, сосредоточен, не надо к нему идти на контакт. Я буду сейчас говорить только о педагогическом коллективе. Если такое качество у женщины, я с вами соглашусь, оно тоже может быть, потому что сегодняшнее время нам дает такие условия, что мы развиваем в себе разные совершеннеспособности. Мы часто бываем такими, знаете, с мужским характером, а потом с женским характером. Поэтому если вы разговариваете сами с собой, у вас идет рефлексия внутренняя, внутренний диалог, который может потом выйти в какое-то исследование. Часто бывает научное. У меня был такой случай с директором научно-исследовательского института при Российской Академии Образования. Я поняла, как мыслят мужчины. Когда я написала диссертацию и уже был готов автореферат, мои женщины-коллеги почему-то все время требовали от меня механизма той темы, которую я раскрывала и диссертации, и особенно в автореферате. Я решила перейти на эту ступеньку и свой автореферат не понесла не руководителя очередной, она женщина была, а понесла прямо директору института. Через сутки он мне позвонил, вызвал меня к себе и задал мне один вопрос. Как ты до этого додумалась? Я так удивилась, я не додумалась. Я сначала это все сделала, а потом результаты описала. И тогда я поняла, что мужчины мыслят, создают некую концепцию, а потом ее апробируют. Получится, не получится. Поэтому у нас все время что-то получается, что-то не получается. женщины по-другому мыслят. Говорят, они общаются, что-то делают, синтезируют, получают результат, а потом этот результат описывают. Может быть, среди нас, участников, есть те женщины, которые тоже создают концепцию. Поставьте плюсик, если такие есть, кто создал какую-то парадигму или какую-то концептуальную задачу решил, выдвинул ее, а потом посмотрел, получилось, не получилось. Вот, Глена Николаевна, все смешано. Да, выход с детьми вы найдете, это вам помогает. Так, есть у нас такие коллеги, которые создают концепции. Есть женщины с мужским складом ума. Я с вами соглашусь. Это сплошная логика. Я сегодня не буду говорить, от чего это зависит, потому что есть разные варианты, от чего это зависит. и к этому можно будет прислушаться. Но это для следующего вебинара. Если от меня требуется, я буду как мужчина. Конечно, если вы руководитель, то вы будете что-то создавать, что-то опробировать, что-то как-то действовать. Но все равно коммуникации будете выстраивать порой как женщины, чтобы договориться. Сначала опыт, анализ, затем концепция. Ну, вот, большинство, я соглашусь с Леной Николаевной, что с Леной Васильевной, да, с Леной Васильевной, сначала опыт, анализ, а затем концепция. У мужчин бывает по-разному. Как ты до этого додумалась? То есть, рождается сразу мысль. Это очень интересный момент, который я подметила в своей научно-исследовательской деятельности. Мне тогда стало понятно, как вообще мыслят мужчины, что у них происходит в жизни. пойдем дальше. Особенность ориентации в пространстве. Слабая сторона. Выяснили ученые у женщин. Обратим внимание, у мужчин с ориентацией в пространстве тесты ученых с использованием лабиринтов показали, что мужчины находят 92% успешных решений. У женщин при тестировании выяснилось только 8% успешных решений. Как это выглядит? Женщина, которая ездит за рулем, она знает, ей нужно припарковаться. Для него это очень сложная задача. Да? Очень сложная задача. И вот на этой картинке видно, как паркуется женщина. Тут все понятно. И как паркуется мужчина. Если параллельно бордюру припарковаться, мужчины 72% паркуются сразу быстро. Женщина будет учиться этому много лет, но все равно не научится. или будет искать такое место, где она будет хорошо парковаться. Хороший штурман нужен, но все равно мужчина всегда легко паркуется, потому что он ориентируется в пространстве. В Англии провели, знаете, такое интересное исследование. Взяли и выпустили карту Англии. Причем выпустили ее в том формате, как воспринимают люди, и взяли ее и перевернули. За что женщины были очень благодарны и вырос сразу вот это изображение карты, купили сразу очень многие женщины, потому что если вы посмотрите на картинку, где есть карта, не каждая женщина сразу скажет, что это такое. Она будет смотреть, разбираться с этим, потому что в пространстве она не сразу ориентируется. Кто из вас пользуется? Все пользуются. Если вы куда-то приехали на новое место, и вам надо найти эту улицу, что делает женщина. Женщина находится на улице, а дальше начинает крутить телефон. Так ли это соответствует действительности там, где она находится, она точно знает, что надо идти направо, например. Но вот эта карта будет показывать, что надо налево. Чтобы убедиться, что ей нужно идти направо, она будет переворачивать. Вот это особенность того, что мы ориентируемся в пространстве. Я не кручу, я спрашиваю. Опять-таки коммуникации. Скажите, пожалуйста, а вот по ориентации в пространстве могут быть конфликты в коллективе? И с какой темой, если она педагогическая? Между коллегами, я не беру учеников наших студентов. Может ли быть тема ориентации в пространстве, где может возникнуть конфликт? Есть какие-нибудь предложения? Вот у меня из практики не было такого. Так, Лена Николаевна, всем многие не согласны? Нету. Пока нет. Значит, ведьма конфликтов не возникает, и это очень хорошо. Главное, что мы получили это. Так, а мы решаем по РППС. Елена Николаевна, что такое у нас РПД, допустим, у вас РППС, что пространство расположения, пространство в группе. Понятно. Пространство в группе мебель, совершенно верно. Если вы переставили что-то в кабинете у своего директора мужчины, ему очень сложно потом будет что-то найти. Он константно знает, что у него находится, и поэтому не надо ничего у него переставлять, потому что он ориентируется в пространстве, но он любит стабильно, так, нельзя убираться, но в принципе нужно убраться тогда. Убрать пыль это одно, а убирать выложенные вещи, ориентацию в пространстве, то, что у него уже есть, да, в общем-то и у других людей не стоит забираться на столе, если они привыкли к определенному пространству. Так, спасибо. А предметы? Ну да, совершенно верно, нельзя убирать предмет, это точно. он был, этот предмет, куда он делся, может возникнуть конфликт. Поэтому вот такие маленькие нюансы, вот такие небольшие штрихи, они как раз предупреждают нас о том, что можно предупредить конфликт. Вот эти особенности все-таки различия, если женщина руководитель такой мужского склада, и тип у нее такой тоже вполне может это тоже может быть отразиться. Но видите, все не любят когда что-то трогают со стола, то есть заходят в ваше пространство и что-то делают. По-новому бац, что не пишем, то по-старому. Тоже может быть. Давайте перейдем к зрению. Вот слева представлено, как работает, оказывается, у нас на сетчатке человеческого глаза размещается 7 миллионов рецепторов колбочек, которые отвечают за восприятие света. и за них отвечают х хромосомы. У нас с вами, дамы, две х хромосомы. У мужчин она одна. Поэтому мы можем говорить о небе, о каких-то там, как мы увидели это море, какой был цвет ярко-голубой с лазуревыми оттенками. Мужчина что-то скажет. Красный, синий, зеленый, черный. То есть у них нет вот этого восприятия особенного зрения. Это тоже нужно учитывать. Поэтому у нас палитра намного ярче и намного шире. Конфликт может быть на этой почве. Подумайте. Зрение. У мужчин оно туннельное. Они охотники. Они видят эту цель. И здесь только 40 градусов. Не более того. Вы видите с левой стороны картинки у женщины до 180. У нас с вами зрение, которое может видеть, что сзади ребенок даже делает. А тем более, когда вы пишете на доске, а класс что-то там реагирует. Вы не поворачивая голову, всегда можете сказать, кто отвлекся от задания. Поэтому всегда студенты и ученики удивляются, почему преподаватель не видя аудитории, не видя класса, этот мужчина злится и ей лавры идей не отдает. Да, Вероника Иршатовна, бывают такие мужчины, можно разбираться, отчего они злятся, а может такое быть, лавры возьмут себе, в данном случае можно с ними поделиться. А что, если вы рождаете идеи, у вас есть такая способность, поделитесь с ними другими, потому что тогда у него будет две идеи, одна своя и ваша две, может свои нет, у него тоже будет одна идея, если вы с ним поделились, и у вас, не только одна идея, а потом можете еще другую идею родить, поэтому очень хорошо, поэтому я научилась в бизнесе, делиться идеями, потому что ты можешь эту идею не реализовать, а другой с кем ты поделилась, обязательно ее реализует, от этого только интереснее жить другим людям станет. Туннельное зрение, мужчина видит цель, видит то, что находится перед ним, поэтому никогда не отвлекается на мелочи, абсолютно. Поэтому я, когда езжу на автомобиле, я вижу, что очень много аварий боковых именно у мужчин, потому что они не успевают увидеть, кто справа, кто слева. Женщина обычно при своем зрении видит сразу справа и слева и сзади и спереди. А вот ночью лучше всего видят мужчины и они быстрее определяют цель до предмета. Поэтому быстрее впишешься, когда мужчина вписывается в пространстве как-то между автомобилями, когда едет женщина, будет смотреть по сторонам. Вот как это в педагогической деятельности сказывается, когда ты не вписываешься в какое-то пространство, а мужчина всегда может в это пространство вписаться и всегда четко видит цель, он всегда даст ответ. Мужчинам не надо много видеть, они чувствуют. И они к Владимировичу пишут, боились такие мужчины, которые чувствуют, но в основном чувства это большая предрасположенность женского коллектива. Кто получит орден? Орден получат все. Орден получит то дело, которое они результат того дела, которое они вместе создали. А вот спасибо большое, кто получит орден. Причина конфликтов в разделении. Я разделяю себя с этим человеком. Я разделяю себя с руководителем, потому что у него другое мнение, у него другая позиция. Как только я себя разделяю и не объединяю себя даже на уровне своей мысли сразу будет конфликт. Некое противоречие. Мужчины очень концептуальны, поэтому повлиять на их концепцию может только другой мужчина, который для него является авторитетом. Женщина не может повлиять на концепцию мужчины, поэтому не идите в конфликты с руководителями мужчины. Мужчинами, если у них есть какая-то своя концепция, пусть даже педагогическая или организационная, они все равно будут ее реализовывать. Вот когда это знаешь, то конфликтов не бывает. Интуиция есть у всех. Спасибо большое Людмиле Витальевне. Виталий Интуиция. У меня пришла идея, это видимо для Леонида Владимировича, прямо в конкретном ручках, о том, что помимо эмоционального интеллекта можно исследовать тему интуитивного интеллекта. Когда ты уже, кто был на эмоциональном интеллекте, тот знает, что развивая способность понимать себя и других, управлять эмоциями у себя и у других, следующим этапом развития интеллекта или разума, или ума, потому что тут можно использовать разные понятия, это может быть интуитивный интеллект. Дело в том, что еще в 90-х годах мы занимались этой темой, обучали очень многих людей, которые к нам приезжали на обучающие семинары, ездили по стране, ближайшие зарубежья, и обучено очень много людей как раз в теме интуитивного интеллекта. Но эта тема на уровне ученых пока еще недостаточно разработана. Поэтому есть ниша для того, чтобы в эту тему зайти, когда развивается и ты интуитивно наперед знаешь о событиях, знаешь о том, что может быть конфликт, может быть катастрофа, и ты, обладая способностью интуитивного интеллекта, не будешь попадать в эти катастрофы, ты не будешь источником конфликта, мало того, ты сможешь предотвратить этот конфликт и повлиять на него, вот если у вас такая способность развита, поверьте, тема конфликта, она для вас вообще исчезает в жизни, не только в педагогическом коллективе на своей работе, она вообще в жизни исчезает. Вот, знаете, если весь мир такой будет, мы будем жить и друг друга интуитивно чувствовать, понимать, принимать, ну какая жизнь у нас с вами начнется. Ну, если вам хочется идти на конфликт, чтобы не было катастрофы, да, это тема катастроф, тема, есть такая дисциплина конфликтология, у нас в университете был прям замечательный преподаватель, прям его назвали конфликт-агент, он делал все, чтобы теорию вместе с практикой соединить. я ему очень благодарна, он уже нет в этом мире, вот, наблюдала за ним, как он эти конфликты провоцирует, что при этом он достигает, и те люди, которые инертные, не хотят что-то делать, не вовлечены, он с помощью конфликта обязательно всех в этот процесс вовлечен. Спасибо большое за обсуждение, мы пойдем дальше. Звуки. Если у кого маленькие дети знают, что если девочка, она через неделю различает высокочастотные звуки, маленькая девочка, женщина вообще различает высокочастотные звуки, поэтому, если будет плакать ребенок где-нибудь со стойкой рядышком, она услышит, она обязательно заплачет, она слышит эти высокочастотные звуки, и женщины говорят часто очень высоко, и нужно говорить чуть-чуть пониже, потому что грудной голос более приятен, он более комфортен для слуха. Мужчины не различают высокочастотные звуки, они хорошо, прекрасно слышат направление звука. Вот я привела картинку маленький котенок, который будет мяукать, кто услышит его в лесу, например, ну такое может случиться, его услышит женщина, а кто скажет, где находится этот котенок, женщина не скажет, скажет мужчина. Поэтому понятно, почему мужчины любят слушать. Они, вот вы говорите, они вас готовы слушать. Почему? Ну, им интересны ваши интенсионные звуки, то, что с вами происходит. Скажите, пожалуйста, плюсы поставьте, а кто любит слушать? Вот больше любит слушать, чем говорить. когда-то в молодости я очень любила говорить, очень постоянно выступала, говорила. С возрастом я поняла, что интереснее слушать. Поэтому чаще всего я слушаю. Это не доставляет такое удовольствие и наслаждение. Спасибо большое. Большинство участников вебинара очень любят слушать. Значит, я могу сказать, что у вас достаточно педагогический опыт. Кто чаще слушает, особенно женщина, но помните, речь мужчин. Мужчины больше любят говорить, поэтому мы даем такую возможность. Пойдемте дальше. Осязание, вкус обоняния у нас тоже очень различные. Мы чувствительнее, поэтому мы боль чувствуем быстрее. Мужчина, если он увлечен каким-то делом, он эту боль не чувствует, ни в другого строения кожи. Мужчина любит больше горькое и соленое, поэтому говорят, что мужчины любят пиво только из-за этого. А женщины, наоборот, предпочитают, так как мы собираем ягоды, мы собираем фрукты, мы больше любим сладкое. Бывает, конечно же, различия, но у нас есть еще одна способность нашего мозга, мы можем читать запах мужчин. Что такое прочитать запах мужчин? За 3 секунды женщина прочитает запах мужчины, она его расшифрует и определит, насколько у него крупный иммунитет, то есть крепкий. Вот крепкий, так, вот выбер, как она это делает? Допустим, если мы обратимся к исследованиям ученых в области нейрофизиологии, возможно, уже у них и есть ответ, только навряд ли. Но есть факт того, что мы выбираем все-таки по запаху. И если нам не нравится запах человека, бывает в дальническом корректе, ну что же делаешь, не надо с ним конфликтовать, нужно просто спокойно отойти в сторону, понимая, что несостыковка какая-то идет, потому что не все люди имеют хорошую иммунную систему. Теперь мы с вами перейдем к некоторым советам психологов. Я взяла такие картинки. Суть этих картинок в том, что руководитель всегда в данном случае ориентирован на результат. Мы уже говорили о том, что чаще всего в педагогическом процессе мы ориентированы на сам процесс, но потом тоже ждем результата. Вот вам руководитель иногда говорит, у вас слишком низкая продуктивность, вы опять не написали статьи или вы там что-то не сделали. Как мы это воспринимаем? До того, как он нам это сказал, мы можем использовать фразу «Я сделала» или «Я сделала» вот в этом месяце или в этом полугодии вот это, а вот это не успеваем. Вот это предупреждение конфликта, потому что сам конфликт будет уже от одной фразы. От чего еще бывает, какое есть начало фразы «А вы» или «А ты»? Вот это «А ты» или «А вы» это сразу знаете такая волна оттуда вы как поднимаетесь на гребень это сразу уже возможность конфликта. Вы это учитываете и тогда не используя вот это «А ты», «А вы» мы сразу снимаем предупреждение любого конфликта. Следующая картинка. Знаете, есть конфликтные личности. Что бы ты им ни сказал, что бы ты им ни предложил, всегда или ты меня учишь или а что тебе больше всех надо и все остальное в таком плане, в плече. Поэтому вы всегда начинаете говорить о перспективах. Есть эта программа, она облегчит вам вашу задачу. То есть что-то предлагая, вы всегда берете некий интерес и потребность другого человека. Если вы в своей одной фразе это задействовали, все, он будет ваш, он задумается да, действительно, а пока он думает, у него не будет этой реакции эмоциональной сразу на то, что вы им что-то предлагаете или вы там собираетесь его учить. Ну это такие вот простые рекомендации психологов, которые если постоянно использовать, сейчас есть такое понятие позитивное мышление, ну вот это как раз вот эта сфера и сфера, я все время нахожу что-то позитивное. Даже если подается какой-то конфликт, и человек обывает студент, если знаете, идут первый раз на лекцию, сами на юноши. И вот они говорят, а женщина, что он там может сказать? Вот они начинают провоцировать себя на конфликт. Очень люблю таких студентов я сразу начинаю с ними общаться. То есть я как бы поделяю и бесконфликтную ситуацию выслушиваю его концепцию и если эта концепция интересна группе, развиваем мы совместно с ним мысли. Я его приглашаю сразу к докладчику к себе. Я говорю, давай выходи сюда, и мы с тобой сейчас это обсудим. Ты в каком представляешь, ты какую-то картинку видишь или еще что-то. Но если он просто выдает негатив и группа, я вижу, что знает его позицию и группе неинтересна его позиция, то в данном случае я совсем по-другому вывожу эту ситуацию. Главное самой не реагировать вот так эмоционально на то, что он предлагает. По-другому можно среагировать. Взаимоотношения среди женщин. Ну, это наша любимая тема. Она очень актуальна. Уже были предложения на то, чтобы разбирать конфликты в женском коллективе, где нет мужчин и только одни женщины. Ну, и самая простая ситуация, когда тебе до всех есть дело. А ты знаешь, что это? А ты знаешь, что вот это? А в данном случае простой способ, мы не будем это обсуждать, это не касается нашей профессиональной деятельности, это касается каких-то других сторон личности, разным отношений. отложим, или вообще на не будем об этом говорить. Есть такие женщины, которые любят обсуждать. что ж, ну, есть такие, их много, но они есть, которые не любят это обсуждать. тогда те, которые любят обсуждать, они являются источником конфликтов, а те, которые не любят обсуждать взаимоотношения с другими людьми, они как раз и нейтрализуют все абсолютно вот эти конфликты. Пришла к тебе информация, но тебе свое отношение, не надо эту информацию передавать другому. Да, в отличие от темы Лены Николаевны тоже можно, можно переключиться и совершенно не обсуждать это. Бывает так, дружишь с человеком в коллективе, особенно если ты работаешь 10-15 лет, а потом идет разрыв дружеских отношений с коллегой. Очень интересная тема для женщин и совершенно непонятно. Вот мужчины, они обсуждают какой-то проект, они спорят, они доказывают, они могут бить кулаком по столу, после того, как они все это обсудили, они встают, и вы знаете, у них нету конфликта, они выходят и могут пойти вместе куда-то, куда-то, или спокойно потом разговаривать. Женщины, если конфликтуют, вот, тема еще пожилые, почему-то до молодых, ну понятно, это тоже тема интересная, тут тоже есть разные ответы на то, почему пожилые люди хотят все время молодых их втягивать конфликты. А вот если женщины конфликтуют, вы знаете, чаще всего они могут потом вообще перестать быть друзьями, если они что-то очень сильно эмоционально поспорили, и никто их не может помирить. Это тоже некая наша с вами да, крах, может быть, крах в том, что мы перестаем дружить друг с другом, но есть такая особенность, я это увидела в бизнесе, там, если возникает конфликт женщины с женщиной, с девушкой, то лучше сразу убирать этот конфликт, не доказывать ничего, а стараться выйти из этого конфликта, то есть, чтобы его не было на какой-то позитив, на какое-то предложение, которое было бы ей интересно, но не конфликтовать. Да, результат в работе важен, но не забывайте, мужчины, для нас важен процесс, чаще всего, а уж потом итог будет результат. Мы не всегда нацелены на результат, возможно, это тоже особенности развития нашей нервной системы, нашего мозга, какие-то еще особенности, но мы как бы чаще всего бываем в процессе, и нам это доставляет большое удовольствие. У мужчин вот видите, результат. Согласна. Есть еще такое состояние, как пассивная агрессия. Мы завидуем. Мы можем, вот лучше бы она не работала, лучше бы ее уволили, лучше бы ее, вот к ней опять студенты хорошо относятся, вот или там к ней очень хорошо относятся другие мои коллеги. Ну а вот видите, позитив-то простой, мне есть к чему стремиться, если у нее это получается, или у него пойду поучусь. вот всегда учиться, причем, когда приходишь на работу, куда-то учиться, даже вот вебинарах, у меня всегда занимает позицию, я ничего не знаю, я сейчас что-то новое узнаю. Вот я тут на днях попросила студентку свою научить меня делать презентации, которые я не умею делать. Мы уже все закончили, я уже, у нее преподаватели уже закончили, и они с удовольствием, студентка с удовольствием согласилась, я буду у нее учиться. Мне это так интересно, как это стремиться по вебинару, а у студентов научиться чему-то. Поэтому такая отсутствие пассивной агрессии у вас, а вечное состояние позитивное, как говорят, не всегда радостно от того, что я проснулась. Ну, отлично, тогда не будет вот этого конфликта. К сожалению, время у нас ограничено, поэтому, если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Так я смотрю, вопросов нет, поэтому пишите в чате вопросы. И я так вот подвожу сейчас итог, какие прозвучали моменты важные очень. Во-первых, это конфликт в женском коллективе. Может быть такая тема на будущий год с примерами, с обсуждениями, с какими-то рекомендациями, может быть, перспективная тема интеллектуального, интуитивного интеллекта. Очень перспективная. Мне она просто очень интересна. Поэтому, если у вас вопросов нет, а есть предложения, вы можете их написать в чате. Спасибо большое, Снежана Анатольевна. Я по-другому подошла к этой теме конфликтов с особенностями мужских и женских. И поэтому тут даже вот и спорить-то не о чем. Углубляться в сам конфликт или в какие-то конкретные ситуации. Но у каждого своя, у каждого у нас свои особенности. Поэтому у каждого может быть все абсолютно по-другому, по-разному. спасибо за то, что пишете, что для вас это новая информация. К сожалению, я не нашла никаких разработок данного ученого Берта Пакенберга, кроме того, что была данная информация. Но я думаю, что если вас эта тема заинтересовала, и вы эту информацию сделаете своим знанием, поверьте, конфликтов не будет нигде. вы будете предупреждать или плодите внутри собой разбираться со всеми внутренними конфликтами. Но это уже другая тема вебинара или другого курса. Вы можете мне написать письмо, можете мне написать отзыв, если вам это будет интересно. Можете задать вопросы по электронной позиции и отвечу. В течение двух дней я вам обязательно отвечу. Мне очень приятно было сегодня с вами общаться. Я вас всех поздравляю с выступившим летом. Я вас всех поздравляю. Кто-то уже в отпуске, а кому-то предстоит это замечательное время. Будьте здоровы, будьте счастливы, отлично отдыхайте, успевайте в это время еще учиться. До новых встреч! Вопросов нету, есть только приятные слова за вебинар. Всем вам до новых встреч! До новых открытий! До Ольги Геннадьевны спасибо! Открытия летом будут! Не забывайте про свое здоровье, берегите себя, берегите свою семью. Я работаю учителем химии. Есть один вопрос в откладке вопросы. Посмотрите пожалуйста. Итак, я работаю учителем химии, есть лаборант, женщина старше меня, она постоянно чем-то недовольна, вечно учит, что мне делать, как мне быть. Вы знаете, а вы поучитесь у нее, вы поговорите с ней о том, что она такого интересного знает и заинтересуйтесь, чтобы у вас был искренний интерес к ее опыту. Поверьте, она просто хочет передать знания, а некому передать, вот только вы рядом с ней, понимаете, Ольга Аркадьевна. Поэтому найдите с ней завод, и вот тот внешний конфликт, что она меня учит, она мне говорит, как надо сделать, может стать для вас хорошим другом. У вас это получится. Попробуйте, она вам столько интересного расскажет учитель химии, да, потому что у нее есть другие опыты, с другими лаборантами, которые, или как это сделать, вы можете мне спрятить, как это лучше сделать, как это подготовить к следующему уроку, заранее спросите, она вам даст рекомендации, и вы их выполните, потому что вы учитель химии, она лаборант, о, все равно, знаете, вот я учитель химии, она лаборант, я тоже учитель химии, как лаборант, буду взаимодействовать с лаборантом, но я такой лаборант, который еще мало чего знает, но как учитель химии много знает, а она как лаборант много чего знает поэтому я взаимодействие с ней многому не научусь потому что я же и лаборант вот такой позиции вы получите очень хорошее знание получить какие-то изюминки для дня получите такое бесценное что у нее есть она хочет просто поделиться наш не будет дома рассказывать о том что она делает на работе основе на по деле поэтому спрашиваете и военными военный я понимаю военный требует полного подчинения поэтому ей нужно подчинять она она выросла вот в этой среде своей профессионально она говорит хороший учитель должен много чего знать вот вы как ведь я я пока еще учитель хочу стать хорошим учителем научите меня пожалуйста быть хорошим учителем все такая позиция вопрос идите с ней на коммуникацию идите с ней на контакт из воспринимаетесь не просто ей подчиняться в данном случае а просто сделать ее подчинение это когда вы снизу она как бы сверху вы подчиняете она у вас руководителя а вы выйдете вот на эти позиции попробуйте с ней найти вы знаете такой книга на равных вообще плане тем это которое у вас интересует больше вопросов нет спасибо татьяна викторовна я заканчиваю вебинар до новых встреч хорошего